Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается тревоги и того, что человек пытается ее контролировать и так далее. Смотрите, тревога это напряжение, напряжение, чаще всего связанное со зло, с агрессией, соответственно, вас вероятно что-то злит, вас вероятно что-то напрягает, вы вероятно чем-то недовольны, но вы вытесняете это, не разрешаете себе реагировать в ту сторону, потому что это приведет к каким-то изменениям в вашей жизни, в том числе повседневной, бытовой. Это изменит представление ваше о себе и представление людей о вас. Соответственно, для нас сейчас выгоднее тревожиться и пытаться как-то нивелировать это неприятное чувство, но по факту тревога означает, что вы не являетесь сами собой, вот, и вы как бы, значит, себя подавляете, вы себя по сути насилуете, вот, для того, чтобы быть тем, кем вы сами, например, себе придумали, а не тем, кем вы являетесь. Поэтому, как бы, здесь очень важно выявить то, чем вы недовольны, что вас злит, что напрягает, прожить эти чувства, во-первых, в терапевтических условиях, и дальше потихонечку это выращает уже в реальной жизни, и тревога уйдет. Как совершенно верно заметил мой коллега, тревога вам для чего-то нужна. Поэтому не убеждать себя надо, что не надо ее контролировать и так далее, вот, и не менять с ней свое отношение. А нужно, вот, смотреть глубже и меняться самому, тогда и тревога вам будет, в принципе, не нужна. Ну, ведь тревога это про что? Про угрозу. Вам что-то угрожает. Да, если есть какие-то, значит, симптомы, которые снижают ваше качество жизни, вот, опять же, в повседневной жизни, вот, в быту, то имеет смысл обратиться к врачу для нивелирования симптомов, но нужно понимать, что нивелирование симптомов – это не решение проблем. Вот. Если вам сейчас тяжело, если это влияет на вас, вот, мешает жить, обращайтесь к врачу, вот, приходите в плюс-минус нормальное состояние, да, и начинайте заниматься психотерапией для решения проблемы, как бы, значит, конкретно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Подумайте, что может вас злить и напрягать, и раздражать, чем вы, например, не хотели бы признаваться даже себе. Вот с этого и начнется работа. Всего самого доброго. Удачи!